народ всем привет как я и обещал мы недавно ездили в питер оживляли восьмерку и линг шоу ребят восьмерку с мотором с audi a8 d2 v8 и нужна была переднеприводная машина и они сделали восьмерку заднеприводную из переднеприводной audi мы взяли вас 2108 поставили ему взад v8 от audi сейчас я впервые нажму тапок в пол на их канале уже вышел на эту тему ролик но там не было подробностей и мне много людей писало в личку а почему ты так и не рассказал почему они не рассказали о том как все это происходило что в чем была неисправность и как ее устраняли вот особо честно скажу времени писать отдельно рассказы нету поэтому я буду заниматься параллельно своими делами и рассказывать вам о том как все это происходило для начала чем я буду заниматься это я буду снимать руль на шкоде не на этой нет не на этой на своей и так в один момент мне написал вадим из иллинг шоу и говорит осталось нам решить вопрос с мотором это самый главный вопрос никто не может его решить в общем с двигателем все очень плохо то что мы делали замеры он еще лучше себя чувствовал сейчас он чувствует себя еще хуже куда мы не приедем все типа разбираются но типа никто ничего не понимает мы уже просто надеемся что приедет ильдар и спасет нас это проект авторский так скажем да то есть таких автомобилей никогда не было ну логично что моторов v8 никогда не ставилось на автовазовскую восьмерку вот и соответственно мало кто хочет браться за такой проект то что непонятно кто там что наворотил но нас такими вещами не испугать поэтому было решено ребятам помогать а для чего это вообще вот это все для чего цель какая цель просто драговая тачка не просто любопытно было именно из-за того что у ауди компоновка такая что продольный мотор и привода прямо из колокола почти торчат было интересно посадиться сзади и ну и все а так чисто по фану все с подрамником весь перед от а восьмой до второго кузова варен в заднюю часть подрамник аудюшный все по стоку 4d 0 а вентиляторы дуют сюда да на выдох конечно а в чем проблема то проблема заключается в том что она заведи на паркинге да все правильно давай заводи вот это проблема наглядно еще раз можно вести попробует давай еще раз машина не заводится но если мы закрываем расходомер частично то она начинает заводиться скорее всего проблема находится где-то в вакуумной системе почему объясню или самом расходомере машина например неправильно видит расход воздуха а это основополагающий датчик для тех особенно автомобилей и без него машине работа хреново и когда она например расход воздуха видит один а по факту он другой она начинает по-другому соответственно лить топливо и из-за этого она или переливает или не доливает соответственно сгорание хреново смесь хреново вот поэтому я начал с того что начал смотреть вакуумную систему блин вообще никуда не подлезешь ни откуда просто попробуй еще раз завезли есть резиновая маленькая трубочка короткая такая когда дергаешь газ когда дергаешь газ он сначала просчитает если медленно нормально если медленно нормально тут проблемы с другого проблемы с вообще полностью неисправны не вентиляция картерных газов не не вакуумной системы здесь вообще ничего нет ничего все подключено хрен пойми как тут надо просто брать полностью заново все переделывать понимаешь в чем дело вакуумная система двигателя это не просто вот сюда подключил и все нормально она должна с какой-то стороны держать вакуум с другой стороны подсасывать здесь вот например вот эжекционный насос он должен работать как в момент когда просасывается в мотор соответственно воздух он частично его подбрасывает еще вот отсюда вот из-за дроссельного пространства подключено ли правильно или здесь или должно быть так или нет я вот например не знаю и как бы понимать как бы из-за вот такого одного эжекционного насоса у тебя может вообще неправильно работать смесь ну то есть неправильно формироваться смесь из-за какой-то вот этой одной всего лишь пластмасски вот например вентиляция картерных газов она обязательно должна быть вон внизу на коллекторе есть специальный пайп подключения вентиляции картерных газов та трубка которую я вырвал и выкинул это сгнившая напрочь от масла уже родная эта аудюшная трубка а да она с одной а та голова соединяет с этой и с этой идет подсос в коллектор соответственно на нее всегда есть поправка если ее оставить открытой будет работать неправильно эти моторы не работают под вакуумом они работают чуть-чуть под избыточным давлением все что в двигателе избыточно создается должно отсасываться во вкусной коллектор это была жесть то есть я смотрю а там еще проблема понимаете в чем когда этот мотор стоит под капотом у автомобиля там даже в чем-то проще ковыряться потому что доступ есть с разных сторон а когда он стоит в восьмерке сзади там не подлезть ни к чему там эти трубы каркаса плюс стекла плюс там сидушки и вообще никак не подлезть поэтому в какой-то момент увидев что там полнейший форменный ужас я сказал давайте снимать коллектор осталось дело за малым надо было просто восстановить вакуумную систему автомобиля но у меня нету схемы как она там выглядит однако надо понимать что это старая ауди и вакуумная система на старых ауди вообще в принципе устроена не сложно два обратных клапана изменение геометрии впускного коллектора да и в принципе все на всю машину больше систем то особо никаких и нету поэтому посмотрев как она выглядит я принял решение делать все без схем и прочего и мы по всю дорогу собирали там чё-то из чего-то на самом деле мне такие штуки нравятся мы собирали там вакуумную систему из трубок вообще не подходящих для этого там просто какой-то набор шлангов и прочего они притащили короче мы получили результат собрали вакуумную систему я говорю ребята надо прокладки под коллектором поменять коллектор сидит на прокладках прокладки металлические и прорезиненные они такие заказывать долго дорого в общем давай что-нибудь другое придумаем я говорю не знаю ну мы сейчас их на герметик посадим реально взяли все прокладки герметиком промазали и мы посадили коллектором на герметик ну это как бы не страшно но сам факт это вот именно такой поехали надо тебе ниже опустить сначала вот так заноси во блин ну вообще я чё-то там гермитоса что ли нашмаляли чё ли не могу никак понять все варилось делось на глаз да так да нет рулет ну рулетку собрали иногда погоди а вот эту бочину вот здесь вы ее с нуля прям варили или что вот это вот было здесь оно отпилено вынесено и вот здесь вот а просто проставка я понял погоди а почему он тогда с бампером с задним вроде сходится а ты посмотри аааа ааааааа и видишь у нас эти тоже разнесены да 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 они должны вот так устоять как будто половался чуть-чуть все я понял ни хрена вы даете оно блин шире в два раза стало да извращенцы ставим коллектор заводим машину и понимаем через какое то время что проблема то аааа она основная ушла машина заводится заводится чуть дольше крути чем должно быть Но заводится и работает более-менее. Я говорю, ребят, давайте все-таки, наверное, померим давление топлива. Я говорю, а что у вас с бензонасосом? Ну, мы какой-то там нашли бензонасос, поставили. Я говорю, какой-то, да, какой-то. Я говорю, ну давайте померим давление. Подключаем манометр. А давай еще раз. А давление-то где? Слушайте, ну давай заведу. Ага, а вот почему она не заводится. Ага, давай-давай. Стой Еле-еле накачивает Вот как только там два-два с половиной начинает Набирать, машина хоть как-то заводится Поэтому она не газует ничего Я говорю, ребят, надо менять за засос Ну это понятно уже, очевидно А еще ниже можно сделать капот? Чтоб вот так вот вообще было Можно Смотри Ништяк вообще О, как на Мерседесе Не, ну тоже вот С ручным приводом только Сейчас не удивлюсь, если там насос просто Вот так вот болтыхается А вообще легко, с нашим-то подходом Так, а что из этого подачи, что Обратка, надо догадываться, да? Слушай, на этом вазовский Похожий насос-то Ну или на него очень похожий А ты что здесь делаешь? Делаешь вид, что работаешь? Практику Пришел, работаю Говорю, только жиги умею делать Ну давай рассмотрим Ну вот же жиги Ты же говоришь умею делать Третий день Меня тоже не пропускали Так, а плюс-минус? Ну мы их придет Слушай, кстати, классно Только теперь надо понять Кто из них плюс? Блин, вот Серый плюс Серый плюс Почему ты так думаешь? Я знаю, потому что серый плюс на топливонасос А, ладно Серый плюс у ваза? Да, я согласен, но Это масса Окей А здесь-то что? Сгорит зато, блин, классно Где этот фейерверк посмотришь Будет сгореть, да А там бензин-то хоть есть, кстати, в баке? Конечно Вообще ништяк Вазбудился Ой, и сейчас еще он будет, соответственно 13,6 вольта А на холостом, как заводится У него возбуждения, похоже, генератора нет И он 11 вольт берет Да-да-да, это давно О, блин, время впрыска 2,5 2,4 Вообще все в идеал приходит Просто, блин Ну нагрузка на мотор сейчас 19% Чуть-чуть многовато Все, убираем Мне просто интересно, что он сейчас покажет у вас По футу стреляет, значит точно у тебя смесь неправильная Да Неправильно то, что вот так вот делается Офигеть Может быть и неправильно Все остальное нормально Глаж тормоза есть Можно я? Уже поздно Так, поехали Поехали У нее вот назад оборачиваешься Там стоит мотор Вот здесь Вот Вот в сантиметрах 15 от твоей задницы Крутится Ролик Тут же там генератор Обводной ролик Коленвал И так далее То есть приводной ремень Он прям вот здесь Вот за тобой Плюс, когда Разгазовываешь мотор Когда мотор Соответственно Начинает играть На подушках Ремень Задевает об опору Прям Такая жесть Плюс Никаких подкрылок Арок Стаканов В принципе нет То есть так оборачиваешься назад И видно Улицу, колеса Все там видно прям вот так вот Не мое дело судить Самое главное Результат есть Она Заводится нормально Работает ровно Они даже брали 10-рублевую монетку Ставили на коллектор Стоит монетка Все, мотор работает нормально То есть состояние мотора В принципе неплохое Но Он работает сейчас на пониженном давлении 2,5-3 бара А должно быть 3,5 Плюс производительности насоса не хватает Итак, друзья Настало время Замерить Что у нас получается Он не переключает на третью Ой, ща лачитоз вас всех дернет 7,6 Нормально 7,6 Это лучше чем 9,4 Осталось насос Насос поменяйте, блин Да, да, не хватает 7,6 это нормально уже Это почти стоковая РЭСка Это при том, что я отпускал педаль газа Чтобы Я кстати так и не понял Переключилась она или нет Потому что я отпустил, ударил Она вот так вот сделала Что это было? Я не знаю, она переключилась или нет Непонятно Кстати, слышно было Как я прям отпустил Да, я тоже слышно Но 2 секунды мы выиграли Потому что когда я туда приехал Она во-первых еле-еле ехала Во-вторых дымила черным дымом И в-третьих по-моему Еле-еле из 10 секунд выезжала То есть 9,6 Но Тем не менее Это не тот результат Которого я хотел бы И Я надеюсь Что Вадим Там вообще вся компания Скинутся Я не знаю По 100 рублей Или по 500 рублей И купят нормальный бензонасос Поставят его И наконец выйдут Из 6 секунд Почему я снял руль? Это вообще в принципе Никому не нужная информация Но Раз уж Я этим занимаюсь Во время рассказа Про Восьмерку То покажу Вот Если сейчас снять Хуру с него Смотрите Руль подзатерт Вот Затертый он Все-таки 150 тысяч пробег На машине Подзатерт Не критично Не страшно Но Неприятно Мне такой руль Как бы не очень нравится Поэтому я его просто отдам На перешивку Главное говорить Не перепрошивка А перешивка Перепрошивка это например Блок управления Вот Снял я его только для этого Нет Так неудобно Как и обещал Я рассказал о том Что Что мы сделали Почему это было и как И Само собой Претензии к тому Что ребята могли все это сделать сами Нету особо Потому что они Ну Почему Я не знаю Потому что они Конечно сумасшедшие Туда-сюда Но Все-таки ремонт Вага Я даже им благодарен За то что они дали мне Возможность Поковыряться Ремонт Вага Это прям Это мое Я такие вещи просто обожаю Поэтому Поэтому Спасибо большое Ребятам О БМВ на М2 Почему я не удивлен К нам что ли Да К нам Прикинь Там еще одна семерочка стоит Блин Эх Если б не было БМВ Сервисы наверное разорились бы Сейчас такие там Видите в комментах Если бы не было твоего странного Вага Сервисы бы разорились бы Да кстати Ваг действительно Тоже выгодная штука Ну Обслуживание Плюс ремонт Автомобилей группы Ваг Это выгодно Поэтому если вы собираетесь Открыть автосервис Открывайте сервис по Вагу И по БМВ Точно без работы Никогда не останетесь На этом все Я повез руль на перешивку А с восьмеркой Ну что Ребятам остается поменять Бензонасос В общем то Ну и решить все таки вопрос Впустным Пайпом Потому что от расходомера До дросселя Пайп у них там сейчас Мотан скотчем И это совсем неправильно Вот Поэтому Я думаю что Они в ближайшее время Решат эти вопросы Поменяют Пайп Поменяют бензонасос И наконец то Выйдет из шести секунд Я буду за этим следить На этом все Как то так Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok